Что касается ритуальных убийств, совершаемых евреями, это давняя легенда, длинная история, нам нужна другая будет передача на эту тему. Но, во всяком случае, и русская православная церковь в 1913 году во время дела Бейлиса абсолютно однозначно высказалась, что это клевета, ложь, кровавый навет. Более того, этот навет тянется со средних веков, и вот в свое время римские папы даже булы издавали, например, первую булу издал Павел Иннокентий IV в 2227 году, где он прямо указывал, мы не желаем, чтобы упомянутых евреев несправедливо мучили, и потому повелеваем вам, чтобы вы, относясь, это он к низшим иерархам и к прилатам, к князьям и так далее обращается, которые, собственно, и осуществляли гонения, относились благостно и доброжелательно к ним, то есть к евреям, восстанавливали законный порядок каждый раз, когда вышеупомянутыми прилатами, дворянами и властителями предпринимается что-либо легкомысленно против евреев, и дальше оскорбляли бы без причин поэтому и по другим поводам. Буллы в защиту евреев от кровавого навета издавали затем папы Григорий X в 2272 году, Мартин V в 1422, Николай V в 1447, Павел III, и эти булы были запрошены адвокатами защитой Бейлиса, и посол Российской империи в Риме специально затянул, и эти булы пришли, когда уже суд закончился. Спасибо, говорил Валерий Георгиевич Каджа, я напоминаю, вы слушаете Радио Свобода, программу с христианской точки зрения о видимом и невидимом в православном антисемитизме. У нас есть звонок из Петербурга, Алексей, добрый день, прошу вас. Добрый день, у меня не так немножко будет более пространное размышление. У вас минута. Я знаю, но я сам космополит и отношусь ко всем религиям с равной мерой. Но тот антисемитизм, это, ну, в русском языке было произведение по названию «Идиот». Так вот, сборище идиотов, безграмотных, фанатиков, слепых. Только они такую гадость могли сделать. Спасибо, Алексей. К сожалению, мне кажется, что давайте оставим классиком использование слова «идиот», «безграмотный». Это слишком эмоционально. И, наконец, есть еще один аспект. Они не безграмотные, потому что это люди, наоборот, образованные. Они умеют складывать из букв слова, читать, разыскивать энциклопедию, ходить по интернету. С христианской точки зрения. Антисемитизм. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 3 февраля 2004 года. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена тайному и явному, видимому и невидимому в мире и в человеческой душе. Тема необъятная, мы ее ограничим одним конкретным примером. Антисемитизм, отношение к евреям. Сегодня у нас в гостях священник Апостольской Православной Церкви Протерей Глеб Якунин, историк-политолог Валерий Георгиевич Каджая. Мы в прямом эфире. Вы можете позвонить нам 8 800 200, ровно, 22 12. Звонок бесплатный с обычного, не с мобильного телефона. Около минуты у вас обязательно будет, чтобы выступить, если вы произнесете слово «доброе», «светлое», «разумное» и воздержитесь от матерного лая. Итак, «видимое» и «невидимое». Даже в символе веры, где изложены основные догматы христианства, есть эти два слова «творец», «видимого» и «невидимого». И сам «творец» «невидим». В русском языке слово «невидимое» означает самые разные явления. Невидимое – это и несуществующее. И многие люди убеждены, что Бога нет, невидим, всё. Правда, есть ещё воздух, он тоже невидим, когда чистый, нормальный. Есть невидимое, как незаметное. Есть невидимое, как потенциальное, то есть пока невидимое. Но, наконец, есть и невидимое существеннейшее, то есть то, что скрыто какими-то наносными явлениями. И вот религиозная психология, которая привыкла начинать день и заканчивать день, обращаясь к невидимому, просто стоя перед небом, перед иконой, но стараясь проникнуть за икону, что там за видимым миром. И, может быть, не случайно, именно религиозная психология особенно подвержена и целому ряду извращений, которые связаны вот с этой попыткой увидеть невидимое. На примере антисемитизма, о котором мы сегодня будем говорить, это особенно заметно, потому что часто человек переносит в мир земной вот те ходы, которые естественны для верующего сознания. Он знает, что мир сотворён Богом, и начинает полагать, что и зло, творящее в мире, тоже сотворено кем-то всемогущим, кем-то невидимым, кем-то, кто над ним доминирует. Непосредственным поводом для таких размышлений служит, разумеется, письмо 18 депутатов Государственной Думы. Двадцати. Теперь уже двадцати, подсказывает мне один из наших гостей. Валерий Георгиевич Каджай, к нему присоединилось ещё пять сотен человек, не без удовольствия. И письмо это обличало в очередной раз различные злокозненности евреев. Приводили, как писали авторы, факты, высказывания еврейских деятелей, которые свидетельствуют о том, что евреи пропагандируют межнациональную рознь именно с религиозных позиций. Любопытно, что письмо на сегодняшний момент отозвано для того, чтобы его подшлифовать юридически, чтобы оно стало поводом для возбуждения уголовного дела. И любопытна официальная реакция. Например, генеральный прокурор Устинов заявил, что это, в конце концов, частная позиция. В Государственной Думе руководители отмечали, что это не... Это заявление не отражает официальные позиции российского руководства. Но ведь формулировка двусмысленная. Официальной явной позиции это письмо не отражает. А как насчет неофициальной позиции? Многие историки отмечают, что антисемитизм, особенно после Второй мировой войны, был в России. Он был практически нормой на Лубянке. Он был нормой для коммунистической номенклатуры. И вдруг после 90-го года он как будто бы исчез. И те же самые люди, которые были до 90-го года по долгу службы, да и по характеру, и по склонности антисемитов вдруг, оказывается, перестали таковым и быть. Возможно ли это? И об этом мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям, прежде всего тогда отцу Глебу Якунину. Отец Глеб, святейший патриарх Алексий не выступил с критикой этого письма, хотя там есть и, скажем, руководители православной телепередачи на российском телевидении. И, более того, некоторые православные публицисты поддержали пафос письма и указали, что да, евреи часто преследуют выкрестов и гнобят их, хотят так делать. И что это? Это поверхностный антисемитизм отдельных, новообращенных православных людей или околоправославных, тех, кто манипулирует православием? Или можно говорить, что это сыпь, которая отражает какую-то глубинную болезнь? Насколько этот явный антисемитизм свидетельствует о существовании антисемитизма глубинного в русском православии? Говорит отец Глеб Якунин. Ну, вы знаете, вот, к сожалению, и слушатели, и читатели, многие СМИ много об этом говорят. И вот мало обращают внимание на того, кто конкретно вот из 20 этих депутатов и остальных людей подписали. Вот обратите внимание, что касается православных СМИ. Вот кто здесь участвовал? Смотрите, главный редактор «Русский дом» Крутов, вот можно об этом еще говорить поподробнее, главный редактор Сенина, опять, «Русский вестник» Назаров, многие говорят, что это он составлял это письмо, издательство «Русская идея», главный редактор «Русь православная» Хатюшин, это «Молодая гвардия», «Казачий взгляд», «Марш славянки», «Отчизна», одним словом, «Святая Русь» кругом одна. И обратите внимание, что все они являются верными чадами русской православной церкви. Более того, кто подписал из 20 депутатов? Вот очень важно, можно сказать, что тут тоже на 90% подписавшиеся это тоже не просто верные чады русской православной церкви, но лоббисты. Вот отец Александр, не отец, простите, а просто Александр Чуев, который возглавляет одну из христианских, ну, небольших партий, он же фантастические законы пытался протащить через Думу в пользу московской патриархии. Он явный лоббист, он на приеме и у патриарха, и у митрополита Кирилла бывает. Это очень важно. Туда странно, как затесался протестантский, ну, бизнесмен, который прошел по партии списку коммунистической, Сергей Сапко, а так все это верные сторонники, те, кто отстаивает идеи московской патриархии. И надо обратить внимание, что сам патриарх Алексей, ну, вот сообщение такое есть, что он как бы высказался однажды на Плорошлом соборе, сказал вот подобные издательства, и в том числе назвал Русь православную, с Константином Душеновым во главе, что они дискредитируют русскую церковь. Он высказался, но обратите внимание, меня, вот демократа, который требовал реформы в государстве, в церкви, они сначала запретили, потом лишили сан, отлучили от церкви, наконец. А вот этих людей, которые сейчас в Думе, которые как бы дискредитируют, они как бы лояльно выступают и очень так мягко говорят, что они дискредитируют, хотя московская патриархия обладает внутренними огромными ресурсами. Она может запретить, может отлучить, может, Синод может это сделать. Обратите внимание, патриарх молчит, митрополит Кирилл, вот по субботам выступает, вот прошла неданная передача, опять на эту тему не говорит. Возьмем, например, приложение к независимой газете, НГ Религия. Вот вышло позавчера, или даже вчера, посмотрите, в среду, да вчера, ни слова, даже там об отце Александре Мене написали статью, но ни слова об этом безобразном документе. Этот безобразный документ, я бы сказал, это не только провокация, он уникален по своему характеру, чтобы представители законодательной власти, такая мощная лобби московской патриархии, впервые, это может быть, за весь период советской власти и постсоветский период, впервые с таким мощным провокационным документом, чтобы они могли это выступить. Вы знаете, это не бывалый случай, причем это совпало как раз. Это в первую очередь огромные провокации против нашего президента, потому что выпущено 23 числа, а 27 января был скорбный день к Холокосту. Спасибо, говорил отец Глеб Якунин. У нас есть звонок из Петербурга. Олег Валерьевич, добрый день, прошу вас. Да-да, Олег. И звонок тогда, извините, из Петербурга, Георгий. Добрый день, прошу вас. Видимо, какая-то техническая неполадка. Тогда, пока восстановится связь, мы продолжим разговор с нашими гостями. Эксперт Валерий Георгиевич Каджая. Валерий Георгиевич, на ваш взгляд, вот это письмо и то, что вскрылось с его появлением. Насколько это случайно, насколько это закономерно и отражает какие-то глубинные тенденции. Ну и, наконец, фактура письма, потому что там ведь сильно именно религиозная мотивировка, религиозная аргументация. Евреи совершают преступления против христиан из религиозных соображений. Насколько подобные обвинения имеют под собою почву? Говорит Валерий Георгиевич Каджая. Ну, во-первых, как уже отец Глеб перечислил подписантов, ба, знакомые все лица. Это все одни и те же люди, которые вот постоянно пытаются портить атмосферу. Во-вторых, что я хочу сказать, это люди, которые считают себя как бы приватизировали православие. Вот они истинное православие, а все остальное это от лукавого. Ну, я не хочу сейчас вдаваться чисто в богословские вопросы, но меня, как историка, прежде всего волнует, и на что я обратил внимание, это безграмотность письма. То, что оно провокационное, это все заметили. Но и провокацию ведь надо делать по-умному, как-то умело. Вы посмотрите, что они пишут в письме. «Еврейская религия антихристианская и человеконенавистническая, доходящая до ритуальных убийств». Многие случаи этого ритуального экстремизма были доказаны в суде. Это эти строки даже выделены жирным шрифтом. Дальше в скобках. «Смотри, например, исследование известного ученого Вэйдаля разыскания о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их». Санкт-Петербург 1884. Ну, во-первых, что касается ритуальных убийств, совершаемых евреями, это давняя легенда, длинная история. Нам нужна другая будет передача на эту тему. Но, во всяком случае, и русская православная церковь в 1113 году во время дела Бейлиса абсолютно однозначно высказалась, что это клевета, ложь, кровавый навет. Более того, этот навет тянется со средних веков, и вот в свое время римские папы даже булы издавали, например, первую булу издал Павел Иннокентий IV в 2227 году, где он прямо указывал «Мы не желаем, чтобы упомянутых евреев несправедливо мучили, и потому повелеваем вам, чтобы вы, относясь» это он к низшим иерархам и к прилатам, к князьям и так далее обращается, которые, собственно, и осуществляли гонения, «относились благостно и доброжелательно к ним, то есть к евреям, восстанавливали законный порядок каждый раз, когда вышеупомянутыми прилатами, дворянами и властителями предпринимается что-либо легкомысленно против евреев и дальше оскорбляли бы без причин поэтому и по другим поводам». Булы в защиту евреев от кровавого навета издавали затем папы Григорий X в 2272 году, Мартин V в 1422, Николай V в 1447, Павел III и эти булы были запрошены адвокатами защитой Бейлиса и посол Российской империи в Риме специально затянул и эти булы пришли, когда уже суд закончился. Спасибо, говорил Валерий Георгиевич Каджа. Я напоминаю, вы слушаете радио «Свобода» программу с христианской точки зрения о видимом и невидимом в православном антисемитизме. У нас есть звонок из Петербурга. Алексей, добрый день, прошу вас. Добрый день. У меня не так немножко будет более пространное размышление. У вас минуты. Я знаю. Но я сам космополит и отношусь ко всем религиям с равной мерой. Но тот антисемитизм, это, ну, в русском языке было произведение по названию «Идиот». Так вот, сборище идиотов, безграмотных, фанатиков, слепых. Только они такую гадость могли сделать. Спасибо, Алексей. К сожалению, мне кажется, что давайте оставим классиком использование слова «идиот», «безграмотный». Это слишком эмоционально. И, наконец, есть еще один аспект. Они не безграмотные, потому что это люди, наоборот, образованные, они умеют складывать из букв слова, читать, разыскивать энциклопедию, ходить по интернету. И поэтому даю слово отцу Глебу Яковлеву. Вы знаете, у меня несколько версий, отличающиеся от ходячей. Ну, мы слышали уже и читали в СМИ о том, что администрация президента, это, в частности, известием, как бы давала такую утечку, что, ну, вот Родина, смотрите, она терпит катастрофу, вот понижается рейтинг, то ли заголодал один теперь вождь и его соратники, а это им надо было, чтобы как бы поднять в народе авторитет. И президент сам очень интересно ведь сказал, выступая вот в эти скородные дни на конференции по поводу Холокоста. Когда немецкий президент сказал, что он, как бы, ему стыдно за весь немецкий народ, но он имел в виду события тогдашние, то наш президент Путин сказал, мы воспринимаем Холокост как общечеловеческую катастрофу, вот, но сегодня многим из нас должно быть стыдно за сегодняшний день, даже в нашей стране, которая больше всего сделала для спасения евреев, а дальше смотрите, обратите внимание, что он сказал, иногда, видите как, иногда мы видим проявление этих болезней, эти семитизмы, ксенофодия, и мне тоже стыдно. Судя по всему, или он этот документ из Генеральной прокуратуры с 23 по 27 получил и не хочет об этом говорить, или здесь вот просто он боится, у меня впечатление такое, что для него это подарок, ну, как мы знаем сейчас, и СМИ тоже, коммерсант об этом писал, что в наших спецорганах сейчас идет тяжелейшая подковырная борьба, и такое впечатление, тот клан, который не боится даже Путина, а готов на него как-то напасть, они ему это, как говорится, сделали козью морду вот перед поездкой, как говорят зэки. А основания у меня вот такие. Обратите внимание, среди подписантов из Александра Крутого русского дома, тот, который и финансово помогает, это Николай Леонов, это бывший первый зам ПГУ, трехзвездный генерал, бывших чекистов не бывает. Я прекрасно понимаю, такой безобразный, безграмотный, я бы сказал, дремучий документ, все-таки он компетентный человек, он никогда бы не подписал, значит, я думаю, что он получил команду из определенного клана КГБ, чтобы этот документ пропустить, и они хотели ударить, в частности, в том числе и по Путину, одновременно пропагандировать свои идеи всей стране. Спасибо, говорил священник Глеб Якуни, у нас звонок из Петербурга, Александр, добрый день, прошу вас. У меня два вопроса, вопрос первый, поскольку передача называется «Христианской точке зрения», вот есть «Светская точка зрения», и вопрос соотношения к сенофобии, к евреям, значит, и, скажем так, противостояния христианству и илодаизму, поскольку мы для мусульман люди книги, да, и вот дихотомия, то, что Ветхий Завет включен в нашу Библию, и с одной стороны нет ни эллины, ни уйде, да, с другой, и с третьей стороны, как бы сказать, противостояния двух религий, это первый момент. Вот второй момент, Яков Гаврилович, если есть у меня еще полминутки, есть? Да-да. Вот, второй момент, все-таки, вот, я хотел с вами поспорить, вы в свое время говорили, что Фоменко новая хронология это достаточно антисемитские посылы, мне кажется, там наоборот филосемитские, вот, и, скажем так, в новой хронологии никакие евреи Христа не распинали, кто такие евреи и где они были, эти евреи, это очень большой вопрос, очень долгий и требующий изучения, поскольку вот та хронология, которая, или та история, которую мы сейчас имеем, это не более чем миф. Спасибо, Александр. Не будем сегодня дискутировать о Фоменко, отметим только, что если это не юдафобская концепция, то, во всяком случае, антихристианская, потому что, естественно, рождение спасителя это хронология, отрицает и представляет совершенно не евангельском и не церковном свете, антихристианском. Действительно, вот все-таки попробуем вернуться к явному и тайному. Вот отец Глеб говорил о том, что, видимо, налицо тайный антисемитизм в одном из секторов КГБ. Вот те документы, которые пыталось остановить царство правительства, секретно, чтобы они не попали на дело Бейлиса. И мы хорошо знаем, что Николай Второй одобрял текст, скажем, протоколов сионских мадрецов, но публично отмежевывался. И вот эту двойственность отмечали многие публицисты начала 20-го столетия, что с одной стороны царское правительство посылает казаков разгонять погромщиков в 1903 году, в 1905, но то же самое царское правительство всё-таки ведёт антисемитскую политику, хотя вот действительно так, что иногда за полу Кафтана даже не уцепишь. И, Валерий Георгиевич, у меня к вам всё-таки вопрос. Вы упомянули книгу Владимира Даля, человек, знакомый любому русскому жителю. В чём тут дело? Что это за трактат? Это не трактат, это фальшивка, которую не могут не знать Крутов. Я Макашова прощаю ему простительно это подписывать, потому что он кроме устава Советской Армии наверное ничего не читал. А вот Крутов-то должен знать, что это фальшивка. А было дело так, было так называемое знаменитое Велишское или Велишское дело. Когда некая Мария Терентьева бросилась в ноги к Александру I, когда он проезжал в Таганрог перед смертью уже, и сказала моего сына трёхлетнего замучили евреи, а вот подкупленный значит полиция всё дело замяло. И хотя Александр сам-то издал до этого рескрипт, запрещавший губернаторам черты оседлости, запрещавший возбуждать судебные дела, вот, то тем не менее он дал ход делу. Тут же он умер, а Николай I он к еврейскому вопросу относился особенно пристрастно. И вот он десять лет тянулось это дело. Наконец попало в руки Мордвинова, члена государственного совета, который от него камня на камень не оставил. И государственный совет единогласно, прошу обратить внимание, единогласно признал невиновными те несчастных сорок евреев, которых арестовали. Их выпустили, а эту Марию Терентину, как оказалось, была проститутка, не имела детей, её били кнутом, состали на каторгу. Но тем не менее Николай всё-таки считал, что да, ритуальных убийств нет среди евреев, но видимо у них есть какая-то секта. И поручил Министерству внутренних дел разобраться. И вот девять лет начальник департамента некий Скрипицын занимался этим вопросом и сдал наконец доклад, который в нескольких экземплярах были отпечатаны типографским способом для Николая и наследника Александра II будущего. и великих князей и членов госсовета. Но это была такая, извините, мура, которую читать невозможно было, что даже Николай её положил под сукно. Прошло несколько тридесятилетий и это появляется в газете «Гражданин». Потом проходит ещё и в девятьсот тринадцатом году уже под именем Даля она публикуется. Спасибо, Владимир Георгиевич. Вы, напоминаю, слушаете радио «Свобода» программы «С христианской точки зрения», посвящённую явному и тайному антисемитизму в православном русском мире. Мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей. Радио «Свобода» в социальных сетях Твиттер, Фейсбук, Вконтакте Последние публикации и открытые дискуссии Видео, фотографии, новости и эксклюзивные материалы Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети для всех, кто любит и не любит свободу. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения антисемитизм. Тогда слово все-таки отцу Глебу Якунину, потому что вот этот вопрос о скрытом антисемитизме среди рядовых епископов может быть, но в Русской Православной Церкви Московского Патриархата сегодня очень резко все распадается. Вот есть как в КПСС ЦК, где бесчетное количество там даже и рабочие и крестьянки, полторы сотни архиереев, но они ничего не решают. Есть политбюро, так называемое митрополитбюро, как говорит. И секретарь ЦК. И вот об этих буквально избранных единицах насколько проглядывается там антисемитизм, ну, скажем, по-евангельски, по плодам? Ну, вы знаете, что касается категории А, допустим, чиновников Московской Патриархии, то выдающуюся роль, вот мало кто на это обращал внимание, сыграл умерший в 95-м году митрополит Иоанн Санкт-Петербургский. Вот как он вдруг из провинции с совершенно пещерными антисемитскими взглядами оказался на Петербургской кафедре. Вот очень интересно. В 90-м году патриарх был выбран Алексей, нынешний патриарх Алексей II, который в тот момент занимал Петербургскую кафедру. И вот так случилось, когда он стал патриархом, то без него, без его воли не мог на эту кафедру такого просвещенного великого города дремучий антисемит оказаться. Оказался Снычев. И вот там он развернул свою бурную деятельность. Вот масса его трудов, если вы почитаете, они широко разлиты, как вот книги Александра по всей церкви, наполнены чудовищными антисемитскими высказываниями. С христианской точки зрения антисемитизм. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 3 февраля 2004 года. Говорит Радио Собовода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную тайному и явному антисемитизму в русском православии. Сегодня у нас в гостях отец Глеб Якунин, историк и политолог Валерий Георгиевич Каджая. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12. У нас есть звонок из Москвы Наталья Львовна. Добрый день, прошу вас. Добрый день. Благодарю вас и гостей за то, что обсуждают этот вопрос. Я считаю, что и тайный, и явный антисемитизм, конечно, никуда не делся. И более того, если такое дышащее ненавистью письмо фактически к людям, потому что евреи, это же тоже люди, малый народ, что называется, было отправлено депутатам Думы, то и в правоохранительные органы, конечно, антисемитские взгляды существуют и в Думе, и в правоохранительных органах. И меня всегда возмущала передача Крутого вместе с Леоновым, русский дом, который буквально с экрана призывали к открытой фактически вражде. Спасибо, Наталья Львовна. Проблема, мне кажется, заключается в чем? Вот кардинал Парижский, Жан-Марий Люстиже, сам еврей по происхождению, но сейчас глава французской католической церкви, поехал в Освенцим на юбилей, но, как он сказал, с величайшей неохотой, только потому, что его попросил лично папа Иоанн Павел II, у него там погибла мать. И Люстиже сказал, Освенцим это не то место, где надо говорить об идеологии, о чем-то еще, тем более для меня. Но в заключении своего интервью на эту тему он отметил, что трагедия Освенцим исключалась в том, что евреев уничтожали, одновременно формируя новый язык ненависти, вражды, антиземитизма. И вдруг, неожиданно, он добавил, немцы это делали так же, как потом делали советы, то есть русские. И действительно, после Второй мировой войны антисемитизм в России начал набирать обороты в светской сфере, но, видимо, и в церковной. Вот на юбиле Освенцим и выступал в Освенциме в Кракове президент Путин и закончил выступление тем, что эстафету палачей в черных мундирах эсэспцев перехватили террористы. Конец цитаты. Следовательно, давайте истреблять. Ну, дальше список, который всем хорошо известен, кто следит за происходящим на Кавказе. Кто у нас нынче эсэсовцы, кого надо истреблять? Патриарх Московский Всеруси Алексий, выступая тоже в честь Освенцима, в своем заявлении вообще не упомянул, сколько евреев убили нацисты. Цифра 3 миллиона, миллион в Освенциме в том числе, замолчена. Зато упомянул, что в войне погибло 27 миллионов сынов и дочерей народа в России. Такая вот обтекаемая формулировка. И евреи просто поставлены в лучших традициях советской пропаганды в одном ряду там с поляками, русскими, украинцами, бесчисленное множество невинных людей. И завершил это традиционным советским, мне кажется, призывом не навязывать России идеи прав человека, свободы, толерантности. Процитирую. Убежден, сказал Патриарх, единственной возможной гарантией неповторения России, единственной возможной гарантией неповторения трагедии является такая модель мироустройства, которая предполагает приоритет международного права, позволяющего учитывать законные интересы всех стран, а главное уважение к историческим и духовным традициям народов, к их праву свободно определять свою судьбу. Конец цитаты. Это известный советский штамп. Здесь под традициями народов всегда подразумевалось прописка, еврейские погромы, коммунистическое единомыслие, однопартийная система. Это объявлялось исторической и духовной традицией. Такой вот вывод из юбилея Освенцима сделал святейший патриарх. И тогда всё-таки мой вопрос отцу Глеба Якунину. Вы многие годы, собственно, с момента обращения, были в лоне именно московской патриархии. Вы там провели треть века, и вы за вычетом того, что сидели, поскольку говорили о гонениях большевиков на церковь. С вашей точки зрения можно говорить о том, что при красивом фасаде всё-таки есть антисемитизм среди высшей православной иерархии в современной русской церкви. Ну, я бы сказал вот так. Всегда был такой бытовой антисемитизм широко. Я вам пример расскажу. Например, отца Александра. Я был и имел честь быть его другом. Отца Александра Мения. Александра Мения, я вам должен сказать, что он, конечно, всё это переносил стойко, потому что не только его как евреи гнали, но то, что интересно, что вот он говорил и остальные, вот я сейчас перечислю ещё двух священников евреев, они интересно говорят по национальности евреи, они говорят, что вот со стороны панства мы никогда не видели антисемитизма, а вот со стороны священников и епископата мы на себе видели этот мощнейший гнёт антисемитизма. И вот тот же самый отец Александр Мень раз, потом известный священник Георгий Эдельштейн, он 20 лет добивался сана, он был профессором английского языка в педагогических вузах, доцентом был, и вот ему несколько раз со стороны епископов слышал, он чуть не 20 одновременно в течение двух-трёх лет беседовал с епископами. Некоторые откровенно говорят, знаете, три препятствия, первое, что вы окончили высшее образование, второе, минус, что вы ещё там кандидат наук, вы учёный, и, наконец, самое главное, говорит, препятствие, вы еврейского происхождения, вот, что он может свидетельствовать, вот я с ним вчера говорил по телефону, второй, священник, который сейчас жив, отец Тихон Казушин, он принадлежит к зарубежной церкви, он игумен, так, сейчас он выдающийся священник зарубежной церкви, здесь, в России, в Москве, в своё время невозможно было его как-то протащить в священники, именно из-за того, что он еврей, вот, пожалуйста, это уровень, определённый уровень низкий, теперь можно коснуться более высокого уровня. Да, отче, давайте дадим слово слушателю, у нас есть звонок из Петербурга, Олег Валерьевич, добрый день, прошу вас. Здравствуйте, уважаемые гости студии и ведущие, ну, я так понимаю, что православных священников, к сожалению, нету в студии, но у меня вот такое маленькое замечание, потом вопрос, недавно на вашей студии, вот, Новодворска Валерия Ильинична говорила, знаете, я слушал её сначала с негодованием, вот, поначалу я чувствовал себя оскорблённым, вот, потому что вот говорить так, как она говорила, всё-таки не стоит, потому что провоцирование. Олег Валерьевич, я вынужден вас прервать. Дело не в этом. Олег Валерьевич, до свидания. Значит, я ещё раз напомню, в студии есть православный священник апостольской православной церкви Глеб Якунин, и мне кажется, что это как раз к вопросу о теме нашей передачи. Тайное, явное, видимое, невидимое. Огромное число людей пришли за последние пятнадцать лет в церковь с материалистических позиций. И хотя Господь их коснулся, но материализм не выходит с первым дуновением Святого Духа. И человек приходит в церковь как религиозный материалист. Для него тогда православный священник это тот, кто может показать материальную бумажку, что он признан таковым церковью, которая может в свою очередь показать бумажку, что она признана государством. То есть это материалистическое православие, православие, которое скользит по внешности событий. И для нее, скажем, священник зарубежной церкви, ну о чем говорить? Если мать-еврейка, как такой человек может быть священником православным? Это неописуемо. Если он кого-то критикует, скажем, патриарха, как он может быть православным? Но это же коммунистическая логика. Если ты критикуешь Сталина, значит ты правый или левый уклонист. И эта логика целиком импортирована на сегодняшний день в русскую православную массовую психологию. Хотя, к счастью, далеко не все. И у нас есть сегодня в гостях, напомню, историк-политолог Валерий Каджая. Валерий Георгиевич, ведь в письме 20-ти упоминается отец Александр Мень. И причем упоминается как свидетель нападок. Он якобы заклеймил иудаизм и пал за это жертвой. Что вы можете сказать на эту тему? Ну, во-первых, я хочу пару слов продолжить то, что сказал отец Глеб о том, что паства всегда поддерживала и это подтверждают все сами священники евреек по национальности, но по вероисповеданию православной. Так вот, на сегодня, как известно, труды, работы Мене, они побили все рекорды. Там несколько миллионов уже превысил их тираж. Его расхватывают, читают простые рядовые православные люди. А вот те, кто подписали, а точнее те, кто формировали это письмо, они длут ненавистью, ненавидят Мене именно за то, что, во-первых, ну, наверное, потому что он был по национальности еврей, естественно, а во-вторых, он был талантливый человек, он был действительно предан Богу, о чем сказал сам патриарх. Но пока вот что говорят наши псевдо-православные идеологи, авторы письма. Следует отметить, что даже последние убийственные предписания это по сей день не только теория, но и практика, имеется в виду ритуальное убийство евреями совершаемые. Так, бывший председатель Харьковской еврейской общины Ходос опубликовал доказательства топор над православием или кто убил отца Меня Харьков 99-й с обвинением членом еврейского движения Хаббат в убийстве в 90-м году священника-еврея отца Александра Меня, который совершал богослужение Акумов и мечтал о создании еврейской православной церкви. Опять дальше внимательно слушайте, что считается уголовным преступлением по закону государства Израиль. Ну, тут такой винегрет, такая каша, что, понимаете, каждое слово надо разбирать. Во-первых, я говорил, что здесь все время надо за руку хватать. Ходос никогда не был председателем еврейской общины Харькова. Я специально звонил, уточнял. Книгу его топор над православием или кто убил отца Меня я не читал, но те, кто читал, говорят, что это просто бред, понимаете, больного человека. Естественно, если бы там были доказательства, их бы немедленно бы использовали. И, наконец, самое интересное. Мень никогда не мечтал о еврейской православной церкви. Он был от всего сердца до глубины сердца священником русской православной церкви. Никакой другой церкви у него не было. И ни о какой другой церкви он не мечтал. Кроме того, понимаете, в государстве Израиль не считается уголовным преступлением многоконфессиональность. Там масса конфессий. Я сам был в прошлом году в паломнической поездке, и у нас гидом была еврейка, но по вероисповеданию православного. Что же получается? Значит, Моссад узнал, что еврей по национальности, но православный священник проповедует в России. И так это их взволновало, что они послали туда агента, они и убили отца меня. Ну, хоть смесь, а хоть плач, но я тут... Спасибо, Валерий Георгиевич. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода, программу с христианской точки зрения, посвященную явному и тайному антисемитизму. Вот явный антисемитизм, это такие письма, в которых, например, говорилось, иудео-христианин отец Александр Минь утверждал, что еврей, отвергающий христианство, предает себя и легко оказывается во власти темных сил. Конец цитаты. Между тем, отец Александр писал, говорил в 75-м году в одном интервью, что еврей, отвергающий избрание Богом, отвергающий веру в Бога, Библию, он оказывается во власти темных сил, не еврей, отвергающий христианство. А какой еврей отвергает веру в единого Бога? Тот, который лжесвидетельствует, идолопоклонствует, прелюбодействует, нарушает Божьи заповеди. Вот только это и имел в виду отец Александр Минь, который, конечно, не был. Иудео-христианин, он был просто человеком советской культуры, как и большинство его паствы. У нас есть звонок из Москвы, Самуил. Добрый день, прошу вас. Алло, добрый день. У меня есть два вопроса к вашим гостям. Первый вопрос. Вообще, я считаю, что христианство в какой-то момент вошло в тупик, потому что само существование государства Израиль противоречит христианству. Ведь оно родилось на фоне того, что Всевышний отвернулся от евреев, а существование и возникновение снова государства Израиль говорит как раз об обратном. Поэтому не кажется ли вам абсолютно логичным существование именно этого, о чем говорите вы, антисемитизма. Спасибо, Самуил. Замечу в порядке справки, что христианство зародилось среди евреев, спаситель и апостолы, и все первые два поколения христиан были евреями, и христианство проповедовалось прежде всего, пока еще Израиль был самостоятельной державой, проповедовалось в течение 30 лет до захвата Иерусалима Титом и разрушения храма Соломонову, и нигде в Евангелии вы не найдете связи, что Иисус есть Мессия, потому что Израиль обречен на гибель. Скорее наоборот, все-таки Иисус Мессия несет благую весть о царстве и грекам, и евреям, и говорит о том, что будет разрушен храм, но воскресение моего тела это и восстановление храма, то есть восстановление места, где присутствует Господь. И тогда слово все-таки отцу Глебу Якунину, потому что вот этот вопрос о скрытом антисемитизме среди рядовых епископов может быть, но в Русской Православной Церкви Московского Патриархата сегодня очень резко все распадается. Вот есть как в КПСС ЦК, где бесчетное количество там даже и рабочие, и крестьянки, полторы сотни архиереев, но они ничего не решают. Есть политбюро, так называемое метрополитбюро, как говорит. И секретаря от ЦК. И вот об этих буквально избранных единицах насколько проглядывается там антисемитизм, ну, скажем, по-евангельски, по плодам? Ну, вы знаете, что касается категории А, допустим, чиновников Московской Патриархии, то выдающуюся роль, вот мало кто на это обращал внимание, сыграл умерший в 95-м году митрополит Иоанн Санкт-Петербургский. Вот как он вдруг из провинции, с совершенно такими пещерными антисемитскими взглядами оказался на Петербургской кафедре. Вот очень интересно. В 90-м году патриарх был выбран Алексей, нынешний патриарх, Алексей II, который в тот момент занимал Петербургскую кафедру. И вот так случилось, когда он стал патриархом, то без него, без его воли не мог на эту кафедру такого просвещенного великого города дремучий антисемит оказаться. Оказался Снычев, и вот там он развернул свою бурную деятельность. Вот масса его трудов, если вы почитаете, они широко разлиты, как вот книги отца Александра по всей церкви наполнены чудовищными антисемитскими высказываниями. Причём там на уровне сказок и полных бредов. И самое важное, что он почему имеет особое место в Иссерархе русской церкви? Потому что он вот этот антисеминизм воинствующий, черносотинство, великодержавный, шовинизм, политическое, можно сказать, мракобесие, он возвёл из такого примитивного на высокий богословский уровень. И он в основном вот этим занимался. Самое интересное, что вот из окружения самого патриарха Алексея вот я слышал такие вещи, когда я, например, бросал упрёк, я говорил, ну как же митрополит, Алексей вроде сам редигер, вроде стыстонец, ну у него же не должно быть никакого-то шовинизма и антисемитизма. Как он мог допустить, чтобы на эту кафедру был назначен митрополит Иоанн Снычёв? И вы знаете, что мне близкие люди ему говорили, да вы знаете, что он говорит так, что не я назначал, назначал начальник, тогда был, пятого управления, четвёртого отдела КГБ, полковник Тимошевский, он руководил всей русской православной это он назначил, но при чём я это слышал, когда уже не было Тимошевского, когда КГБ уже оторвалось от церкви, и вот почему-то патриарх Алексей его не убрал с этой должности, я уж, простите, вот очень такая тема, не место, где каких-то шутки, я опубликовал статью, я думаю, сейчас вновь её опубликую, она очень актуальна, о всех этих перлах, где много цитат из Снычёва, я написал так, Снычёв Иван Митрополит, как обло пламенно палит, гляди гляденьем в оба на чудо юдо фоба. Говорил священник Глеб Якунин, у нас есть звонок из Петербурга, Владимир Сергеевич, добрый день, прошу вас. Здравствуйте, господа, я попытаюсь рассуждать в вашей аксиоматике, люди грешные, понимаете, они такие же животные, высшие приматы, как все животные, а инстинкт агрессии заложен, заложен создательно в механизм эволюции, понимаете, в механизм эволюции, понимаете, и человек, вот как высший примат, он нуждается в объекте агрессии, неважно какой объект, понимаете, и он будет искать этого объекта, этот объект, одни ищут этот в качестве объекта, там, евреев, другие черных. Спасибо, Владимир Сергеевич, слово Валерию Георгиевичу Каджея. Понимаете, да, действительно человек животное, и волк животное, но в отличие от животных, человек еще имеет конституцию, в человеческом обществе, в человеческом сообществе существуют нормы, те самые десять заповедей, существует конституция вот у нас Российской Федерации, где запрещается межнациональная рознь, унижение по принципу расы, вероисповедания или национальности, так что давайте не будем путать Божий дар с яичницей. А сейчас я вот как историк тоже хочу опять свою долбить эту нишу. Вот авторы письма называют менее иудеохристианином. Ну, опять же, понимаете, есть исторический термин, что такое иудеохристианин. Не был он иудеохристианином, он был евреем по национальности, вот они перепутали два разных понятия. Иудеохристиане это первые христиане, которые в первом веке нашей эры существовали. А Мень, еще раз повторяю, это исключительно православный человек. Сейчас второе я хотел отметить по вот этому, значит, по подтасовкам и по лжи, которая в этом письме. Это использование имени бывшего посла Бельгии Мерния, который, читаю, в заключительном отчете о своей работе, разосланном в сентябре 2004 года перед отъездом из Москвы всем иностранным посольством и сотрудникам ДИП-корпуса, писал о том, что еврейские олигархи унижают русский народ и провоцируют вражебность и так далее. Ну, уже смешно, понимаете, тот, кто хоть чуть-чуть знает дипломатическую работу, посол, никакой посол свой отчет не рассылает с соседним посольством, он только перед своим министром иностранных дел подотчетен. Я сегодня был в бельгийском посольстве, конечно, они развели руками, сказали, ну, что нам сказать по этому поводу, конечно, это на совести авторов. Спасибо, говорил Валерий Каджа, и слово Цуглябу Якунину. Ну, и вот я касался митрополита Снычева недаром. Дело в том, что митрополита Петербургска, из Петербурга правой рукой был как раз главный редактор газеты «Русь православная» Константин Душенов. И многие говорят, он даже редактировал, он творчески одаренный человек, как писатель, и помогал ему создавать вот эти чудовищные опусы. Так что, вот видите, выросла из идеологии митрополита Снычевого, которого очень много сторонников на самом верху в Русской православной церкви, вот этот чудовищный документ, который мы сегодня рассматриваем. Спасибо, у нас есть звонок из Томска. Владислав, добрый день, прошу вас. Здравствуйте, с огромным интересом слушаю вот дискуссию, и, кстати, с благодарностью вспоминаю визит отца Греба в Томск, где мы с ним встречались, и вот были очень интересные беседы. Вопрос у меня вот какой. Не кажется ли вам, что вот обсуждаемая тема, да, это некий водораздел, который давным-давно разделил уже вот русскую православную церковь на две русских православных церковь. Одна, значит, церковь нормальных, порядочных людей, да, а вторая это церковь тех лиц, которые вот приватизировали понятие патриотизма, вот они, оказывается, присвоили себе умение и право любить Родину, так называемые патриоты. Вот только, может быть, осталось оформить организационно вот это разделение. И разделиться, и все. Спасибо, Владислав. Я боюсь, что проблема несколько сложнее, потому что, видимо, русских православных церквей далеко не две. Действительно, вот то, о чем говорили наши сегодняшние гости, показывает, что в московской патриархии существует неявный антисемитизм. Он проявляется не столько в прямых словах и делах, сколько в умолчаниях, в том, что не рукополагают евреев-священников, скажем, в столичный город и делают Москву такой юденфрай в церковном отношении. И это нельзя поймать за руку. Скажут, ну вот так сложилось, нету хороших евреев-священников, достойных Москвы. Ну нет, на нет и сюда нет. Проблема сложнее, потому что вот передо мною, например, фельгетон, видимо, написанный отцом Григорием Лурье для портала ВВВ, портал Кредо, для интернет-агентства. И он там пишет, что антисемитизм опасная вещь, потому что христианское богословие не поддерживает вот тех антисемитов, которые пишут, как авторы этого письма, что все евреи повинны в распятии Христа. Нет, не все, а только те пишут, Лурье, которые, цитирую, усваивают себе духовное наследство с Синедрионом и отвергают Христа. Конец цитаты. Это, обратите внимание, священник зарубежной церкви, точнее, суздальской группировки, которая очень антисемитская, очень антикуменическая, очень монархическая. И вот еврей оказывается изысканнейшим при этом антисемитом. Как это может получиться? Значит, уже три разных варианта скрытого такого антисемитизма. Просто административный, богословский, и он может использовали антисемиты думские. Ведь, на самом деле, лучший к ней комментарий и ответом дал еще в 1956 году не еврей, не пастырь Московской Патриархии, а священник Сан-Франциский Иван Шаховской из князей Шаховских, из аристократов. И вот он написал, что всякий грешник, не кающийся перед Богом, уже распинает в себе Сына Божьего. Юридически же невиновны в распятии Иисуса Христа даже евреи иерусалимские первого века, не имеющие отношения к вине Иуда, первосвященников или римских воинов, тем более невиновны в Голгофе юридически следующие поколения людей. Но многие пребывают в человечестве и в иудействе без любви, без Христа, и в этом вина всего человечества. То есть борьба с антисемитизмом в православии за его пределами в том, чтобы найти скрытую любовь, которые содержатся в мире, а не искать скрытых врагов и скрытую ненависть. Вы слушали «Радио Свобода» передачу с христианской точки зрения, посвященную явному и тайному антисемитизму в русском православии. У нас в гостях был священник апостольской православной церкви протереи Глеб Якунин, историк и политолог Валерий Георгиевич Каджаев, продюсер передачи Михаил Касторов, звонки любезно принимала Марина Стауна. Всего вам доброго! Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.